Всем привет, друзья! Вы на канале Вот Так, а мы с вами сейчас находимся в самом центре Минска. Вы уже узнаете... О, ничего себе, самолет еще летит. Узнаете, да, вот эти основные достопримечательности, потому что в нашем предыдущем сезоне, который мы здесь снимали, мы вам все досконально здесь показывали. Кто не видел, прямо сейчас надо мной появится ссылочка, переходите после просмотра этой серии, и уже более подробно мы вам расскажем, что же это обозначает. Так что, друзья, мы начинаем новую серию и будем открывать новые места, потому что старые места мы уже все открыли. Пойдем погуляем вместе с нами сегодня по Минску. Так, у нас сейчас, знаете, основная задача позавтракать вообще. Мы только проснулись после вчерашнего приезда, который вы видели в прошлой серии. Вот, и что я хотел с вами поделиться. Смотрите, архитектура, да? С одной стороны, вот кажется, что вот так вот все такое старинное, а сюда переворачиваемся. То есть, такой, савдеп, савдеп. Классно, мне вот это очень нравится. Знаешь, как это сложно с утра ориентироваться, найти себе место, где присесть. Мы сейчас вышли на Комсомольскую улицу. Ну, здесь вот такая, я уже, по-моему, в одном из рассказов, я же не помню, что мы там рассказывали, показывали, поэтому зану. А Комсомольская, она будет идти, и тут вот такие, знаете, ресторанчики разные. Я так думаю, что здесь все-таки нам удастся посесть, хотя бы по кофе выпить и просто выпить с утра. А что с утра выпил, день свободен. Ой, ну здесь так всего много. Манта с мясом, обжаренные. Качапури по-аджарски, 14 рублей. Шашлыки. Ну, на завтрак мы же не будем есть шашлыки, правильно? Пицца. Так. Ой, как-нибудь все. Здрасте. Втроем. Втроем. Здрасте. А второе это? А второе это? Да. А, угу. Хватит. Здрасте. Сюда, да? Да. Так просто не позавтракаешь. Видишь, сначала физическая подготовка, потом забрасывать начинаем себя. Короче, мы выбрали вот эту чихану, потому что не хотим ничего искать другого с утра. А потом уже, конечно же, мы обязательно и белорусскую кухню попробуем. Ну, не попадаем. Так, ну, давай вот сюда вот сядем. Чуфыль, чуфыль. У нас традиционно, знаешь, день начинается не с чая. Как у всех нормальных людей, а он начинается с дегустации настойки, потому что мы сколько раз были в Минске каждый раз дегустируем настойки. Смотри, здесь есть фирменная, называется заморская баклажанная. Вот эту я точно никогда не пробовал. Пахнет баклажанами. Ничего, ничего, вот этого. Фиолетовая. Сморганцов. Приятно. Больше похоже на клюкву. Остальные попробую попозже, не все сразу. Сейчас, давай вот так. Так, ну, мы сейчас уже начинаем завтракать, потому что надо, знаешь, что-то я прям сижу, меня с утра прям бабахнул этот настойки. Уже жизнь хороша. Хачапури с сыром, с зеленью, кутабы с тыквой и кутабы с курицей. Ну, мне здесь нравится прям, смотри, так это. Все свежайшее, естественно. Кутабы, конечно, не очень большие. Вот для завтрака самое то. Все, едим и идем гулять дальше. М-м-м, слотища. Знаешь, у меня всегда было желание пожить в таком районе, в старом, чтобы был такой балкончик, чтобы сидеть прям, чтобы люди ходили. Ты тут с бокалом, хотя вот с сетом на стоек, в принципе, хорошо. Так, ладно, все, мечты отбросили, идем в действительность, возвращаемся. Сейчас мы с вами идем гулять дальше, потому что сегодня, оказывается, ну, я, в принципе, уже озвучивал, но еще раз озвучу, что Минский день города. Исполняется сколько лет, Анна Анатольевна? 9-5-5. 9-5-5. 9-5-5. 9-5-5 лет, старше Москвы. Так что идем искать праздник. Ого-го! Ого-го! Ну, мы в правильном направлении идем уже, чувствуем вибрации праздника. Знаешь, я неправильно сказал, мы не идем ни в поисках праздника, потому что мы несем праздник с собой, как всегда. Поэтому движуха начинается, несмотря на то, что еще, собственно говоря, только начало дня. Вот, ну, посмотрим, как организовано здесь. Ну, я, знаешь, честно говоря, думал, что будет в центре там все украшено, день города, да, так вот. А тут вот как все в одном месте, пока стремительно точно. Ну, посмотрим. Так, ну, мы уже прошли полицию. Здесь, так, знаете, прям смачно общупывают, чтобы, не дай бог, ничего лишнего не пронесли. А людей вы много видите, кстати говоря. И, а, че, я вам обещал в прошлой серии нашей рассказать по курсу. Так вот, на данный момент мы разобрались, как умножать, поэтому мы умножаем просто на 25, хотя курс ниже. Но зато, так, знаете, приятнее, получается, цена. Короче, идешь, так, знаешь, а может, все равно, нет, не переключился еще. Хот-дог 5 рублей. Американо 3. Вообще, просто, понимаешь, такой коммунист. Потом умножаешь уже, понимаешь, да, ну, в принципе, все равно дешевле, да, получается. Хот-дог 5 рублей, это сколько? 125 рублей на российские. Ну, а у нас на праздниках цены всегда космические, а 250 и выше. Я больше 100 рублей за 100 топ не знаю. Ну, понятно, осталось найти его. Спасибо, Катя, спасибо. Ну, что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. И вас хочется поприветствовать Мартвин. Встречайте. Привет, мисс, потанцуем немножко. Какая прелесть. Я давно на таких мероприятиях не был. Я, в принципе, не очень люблю массовые мероприятия, потому что сам уже в этом крутился-крутился и уже устал от этого. А сейчас прям такой, вот, сцену посмотреть. Хоть белорусских хазбистов послушать. Я, в принципе, не знаю, как, ну, я не знаю, как, ну, я не знаю, как, ну, я не знаю. Слушай, ну, классно так, я говорю, прям, река, шикарнейший, красивый. Там еще какая-то сцена, видите? А, вот, салют же еще будет. Я сегодня ржал этот, знаете что, ну, смотрел программу праздника, написано, что в этом году российских и зарубежных звезд не предусмотрено, но будет главное достояние Республики Беларусь, группа Севры. Друзья, не знаю, удастся она нам или не удастся, но вы все знаете, это прекрасная группа, любите ее песни. Поэтому классно, когда есть такое национальное достояние, и люди действительно любят такую группу, и с удовольствием, я думаю, будут зажигать. А мы, кстати говоря, не просто так же здесь, видите, здесь все со спортом связано, у них какие-то там, этот самый, квесты, надо собрать печати, там что-то, если ты соберешь, пройдешь всякие там разные испытания, то получишь что-то, а мы потому что находимся рядом с дворцом спорта белорусским, и вот здесь вот такая вот движуха, но я думаю, что мы уже здесь выполнили свою миксию, артистов посмотрели, погуляли, пойдем дальше гулять, потому что что-то как-то погода начинает портиться, а нам надо еще много чего вам показать. Ну вот я уже думаю, испытать удачу, что ли, но сейчас мы пройдем немножко. Вырвались мы из эпицентра праздника, но продолжаем сами радоваться жизни. Мы с вами были в той части, но мы еще там обязательно будем, потому что это верхний город считается такой, а мы вот тут, кстати говоря, ни разу не были, то есть если вот так вот через реку пройтись, смотри, там мы ни разу не были, сколько раз мы уже были в Минске, туда не спускались ни разу, поэтому мы сейчас с вами вместе впервые спустимся, посмотрим, мне нравится вот такая вот постройка, ее очень классно видно вот оттуда со смотровой, но мы когда пойдем обратно, вам все еще раз покажем. А так сейчас прогуляемся, пока позволяет нам сила природы. Сейчас идем через реку Свислыч, ну смотри, какая красота, ну правда мне прям это очень атмосферно. Знаешь, мне нравится то, что вот в центре города сохранился вот этот кусок какой-то, я даже читал, что там, ну типа он восстановленный, что это типа стилизация, но я знаю, что там на Зыбинске, допустим, она была еще много-много лет назад такой, знаете, ну не тусовочной, как вот сейчас, допустим, улица, но тоже там много всего действия происходило, ну и вот отлично, что вот такие вот есть места, куда мы с удовольствием идем сами и берем вас с собой. Сейчас подсмотрел, это называется Троицкое подместье, оно как бы, видишь, располагается так уединенно, вот с той стороны мы с вами только что были, там вот где концерт и праздник, а здесь, видишь, какие-то ремесла и на баяне, да вообще просто бомба. Народное ремесло, короче, видишь, здесь и коряги какие-то, и бисероплетение, и просто какое-то плетение, еще вот, видишь, там сцена тоже какая-то стоит, в общем, мы прям вообще, как всегда, нам вот погоду бы еще солнечную было бы вообще замечательно, а так, в принципе, мы всегда в эпицентре. Смотри. Прямой эфир, друзья, пойдем, пойдем на видео шороху. Нет, а то нас в чужом государстве еще потом не выпустят. Видишь, там что-то, какая-то лотерея в прямом эфире. Спасибо большое. Друзья, смотрите, мы вам что купили. На следующем стриме после выхода этой серии разыграем вот такую брошку. Делали дети маленькие, белоруссурчанин. Как они? Белорусики. Смотри, это такой вот этот. Вот брошка. Класс. Короче, одному из вас достанется вот такой сувенир из Минска. Не мог пройти мимо, не купить. Конечно, так здорово, да, вот такие места посещать. Мне нравится вообще. Мы часто, когда вот существуем, любим заходить. Вот люди, видишь, рисуют. Вот это прям апогей данного места. Знаешь, такая классическая музыка. Вообще так хочется просто стоять в тишине и наслаждаться моментом. Браво. Смотри, нашел место, какое классное для фотосессии. Наоборот, только надо вот так вот. Ну. Там прям лесная фея. А как назывались друиды, да, вот эти, которые в лесу жили? Ну, феи это женского рода, а мужского рода это, по-моему, друиды. Или что-то такое. Как назывались мужики, которые в лесу жили? Не лесники. Друиды какие-то, нет? Непонятно. Внимание, вопрос. Феи. Феи. Не было такого слова. Лисовичок-боровичок, короче. Гости столицы. Ее жители. Мы поднялись, Станю, с вами оттуда, где мы только что гуляли. Я вам обещал показать вид, который открывается смотровой. Пойдем. Ну, так себе. Что-то как-то мне он показался. Может, оттуда надо? Подожди, пойдем вот туда. В прошлый раз мне казалось, что он более какой-то живописный вид. Ну, в общем, вот там вот были мы в Нижнем городе первый раз за все время посещения Минска. Сейчас мы с вами идем в Верхний город. Там опять какая-то сцена. День города продолжается. И потом мы погуляем, погуляем. Я даже не знаю, что пойдет потом, поэтому не спрашивайте меня. Сейчас сами увидите. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Здесь видишь, что выдержанное. Стилизовано под экстерьер. Здесь классно. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Так, ну смотрите, у нас такое, нет, так классно, что у нас такое, знаешь, прогулочное видо получается. Такой, знаешь, атмосфер на мне очень нравится, когда мы вот так вот снимаем, просто там без особых достопримечательностей. Хотя нам потом пишут, ой, что вы туда не зашли, туда не зашли, друзья. Все, что мы уже снимали здесь, мы везде заходили, поэтому еще раз повторюсь, если хотите посмотреть более досконально о достопримечательностях Минска. Но они еще будут же. Да, будут, но если более досконально, то у нас уже есть видео, ссылку оставлю в описании под этим видео. Смотри, сколько свадеб здесь. Мы прям вообще... А где этот, а банкет где будет сегодня проходить? Мы же первые. А фонтана не будет. А может, он как этот, надо куда-то наступить? Фонтан Шутиха? Куда наступить? Ну где, где? Куда? А, я знаю, надо туда, в середину наступить. Сезон фонтанов закончился. Знаешь, в чем сложность проживания в центре? В том, что тяжело найти магазины, в которых адекватные цены. Потому что есть вот эти вот локальные магазинчики, которые цены завышены. Но мы нашли. В универмаге центральной, на втором этаже, есть прям супермаркет. Что не может не радовать. Санкционка, друзья. Куриная колбаса альпийская. Дорого. Конечно, самый необходимый товар здесь тоже присутствует. Но смотрите, я не знаю, просто я хотел местное что-то посмотреть. Ну вот, допустим, да? Наверное, это же местное какое-то шампанское. Ну вот советское все покупают. Ну сейчас, Москва золотоглавая. Республика Беларусь, да. Ну вот смотри, 6,79 стоит шампанское. А советское, вот это, да, которое все берут, оно стоит 7,99 брюд. Ну вот, оно есть брюд, а есть полусладкое. А что это, шампанское? Пьяная вишня, хмельная. Хмельная вишня. Вишневая, наверное. Кулер винный, виноградный, газированный. Сколько стоит? 7,19 руб. Ну, в общем, выбор есть. Лоусон 38,98 за 0,7. Это получается 40, да? 2 тысячи рублей. 0,7. Но это дорого. Да, за заграничное здесь не дешево получается. Значит, будем пить местное. Наш кофе не оказалось дома. Ни чай, ни кофе. Надо что-то придумать. А, чай есть. Тут один, тут арома. Да, вон там по 7 есть. Нес кафе классик. Смотри, как ржатка. Здесь сосиски называются веселые индюшата. Значит, они такие веселые. А здесь сосиски называются чисто тигры. Ха-ха-ха. 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 Так, ну все, короче. Идем расплачиваться. Уходим. 69. Да. А это рубль 59. На завтрак. Я 300 лет не видел румовых баб вообще в продаже. Ну, я не обращал внимания. Она свежая? Свежая. У нас весь хлеб свежий. Как ее взять-то? Мы возьмем одну, да? Две. Куда две-то? Ну ладно, все. Вот, слежащая. Очень вкусные конфеты должны быть. Но мы попробуем в другом месте. Затанялись. Все, сейчас мы идем, возвращаемся в квартиру. Чтобы немножко перевести дух, конечно, мы прям что-то вымотались. И вернемся к вам уже, друзья, вечером, потому что пойдем с вами, конечно же, погуляем по вечернему Минску. Вчера не хватило, поэтому сегодня будет добавка. Эй, друзья, мы снова с вами. Сейчас у нас уже вечер, как вы видите. Слушай, ну я вот не перестаю. Все мне вот это нравится. Знаешь, так смешно наблюдать сейчас за тобой. У нас Александр Анатольевич с камерой, а за ним ходит Анна Анатольевна. Она все пытается спрятаться. Вот, и смотри, такой прям советский дворец республики, да? Тут же театр такой красивый, прям вообще. Опять же, какое-то административное здание. В общем, вот это вот все мне бесконечно нравится. И даже в прошлые разы, когда мы здесь были, я об этом говорил, поэтому, ну не знаю, меня как-то все будоражит. А мы сейчас с вами вечером уже отправляемся дальше гулять по Минску. Слава богу, пока нет дождя, но мы, видите, уже утеплились, потому что прохладно достаточно. И идем сейчас с вами на популярную Зыбецкую улицу, где вот эта вся тусовка. А сегодня, мне кажется, должно быть, знаете, в два раза больше день города же все-таки. И там мы хотим поужинать, ну и, конечно же, повеселиться. В общем, все увидите своими глазами. Продолжаем. В Москве все равно, понимаешь, что я думаю, вот этот плюс очень много этих людей. Мне нравится то, что мы не ходим просто по улицам, а заходим еще в дворы. Это вот что в Питере, что мы с вами в Турции ходили. Вот это вот самый кайф. О, смотри, как здесь. Можно выбрать. Я понял. Да, я тоже так смотрю и говорю, здесь же раньше толпы, помнишь, были? Ну, потому что, во-первых, сегодня, конечно, уже погода немножко подосрала. Но, опять же, многие сейчас находятся на концерте, который мы с вами днем посетили. Ну, нормальные люди, конечно, идут к вечеру, потому что все основное действие группы Сибры и салют будут чуть попозже. А поэтому мы сейчас вот так вот, знаете, ну, а в этом и есть кайф, что, понимаешь, есть возможность сравнить, как это было, вот, когда много людей и когда народу нет. А мне вот даже сейчас вот больше нравится. Потому что когда движуха, это одно состояние, а сейчас совершенно другое, и мне так прям комфортно. И опять мы, у нас дилемма, куда пойти. Хочется, знаете, как-то так хорошо душевно посидеть, и пока не знаем, куда. Почему мы не стали выбирать заранее? Потому что мы любим, знаете, так вот, чтобы зайти, и, ну, вы видели сегодня, просто взяли и зашли. Так и сейчас делаем. Зыбецкая уже не та. Зыбецкая уже не та? Да. Пошли в туманы. Слушай, ну, я удивлен. Если честно, потому что я как-то думал, что все-таки будет побольше людей, еще не совсем холодно. Вот, ну, ладно. Мы, знаешь, что сейчас хотим посмотреть? Чердак, есть такое культовое заведение. Мы там уже как-то сидели в наших прошлых выпусках. Он, в принципе, понравился по цене и по обслуживанию. Поэтому сейчас посмотрим, если там будут места, может быть, туда забуримся. Если не будет, то мы уже присмотрели второй вариант. Здесь классно, да, такая-то, у нас, наверное, такая изба. И вот это заведение. Сейчас посмотрим. Нет, музыка-то играет. Что, закрыто? Тепло. Говорю, самое главное. Сейчас я. Да. А нам вот эту, одну проститутку, тайскую, да, и дегустационный сет. Это вот все вот эти, да, здесь будут? Один сет, я бы дать. Да, да. И, значит, из еды нам одну брускетту. А какая, что тут? А, вот это вот, говядина тартара. И сэндвич какой? Там спацаро, что-то. И стейк из лосей. Так, не видно, видно. Короче, здесь есть, вы уже услышали, пока я заказывал, есть легендарный коктейль, который называется тайская проститутка. Но вы сами понимаете, что мы мимо такого пройти не могли. Поэтому нам сейчас его принесут, мы его обязательно попробуем, продегустируем и вам все расскажем. Конечно же, это будет сет из шотов и, ну, чуть-чуть перекусить. Тайская проститутка. Мы работаем как настоящие профессионалы с подсветкой с телефона. Короче, нам принесли коктейль. Вот это вот называется тайская проститутка. Сейчас я буду пробовать. Я не знаю, что это. Я первый раз это пробую, поэтому что? Загадываем желание. Ну, раз тайская проститутка, то и желание будет соответствующее. О, а он острый. Да. Сейчас прям выдохнуло и пошел этот самый запах перца. Да, да, а он острый, реально. Ребята, я никогда не пробовал. О, ты видишь, у меня слезы пошли. Это крутяк. Рекомендую. Кто будет, попробуйте обязательно. Стоит 22 русских рублей. Подача, да? Хорошо. Ух! Сейчас Александр Анатольевич у нас будет дегустировать. Я хочу просто на твою реакцию посмотреть. Давай. Ну, что скажешь? Ну, перец чувствую, да. Таиланд, порой чувствовал? Не, но... Он попозже придет, подожди. Надо подождать. Надо просто больше глотать и все. О, понимаете, всему тебя учить надо. Вкусно. Да, шикарно. Все, остальное потом, попозже продегустируем. Так, мы пока ждем закуски. Решили продегустировать. Мы даже не знаем, потому что здесь не подписано, что. Но должно быть... Сейчас я буду с первой. Угадай вкус. Это малина. Вот это что? Это соленая карамель очень вкусная. Вот это... Это дыня с базиликом. Это... Это сладкий перец. Ну, а это осталось последнее вишневое. Да. Я все угадал. Вот это самое классное, друзья. Соленая карамель. Блин, я такого вообще никогда в жизни не пробовал. Поставь другие. Очень вкусно. Кстати, вот такой сет стоит 25 рублей. А если покупать с каждой по отдельности, то стоит 6 рублей. А теперь, друзья, все заценили, кто что заказал. У меня самое диетическое питание. Брускетта с говядиной. И все. Класс. Вот это классно. Мяса много. Там сыр и трава, и соус. Ну, и хлеб такой хрустящий. Класс. Я не могу, у меня прям слепит этот фонарь. Слушай, ну мы сидим-сидим, и все. Тут вы видите, да? Это сейчас, если выключить, то здесь будет совершенно темно, потому что выключилось электричество. Ну, бывает. Это класс. Это вообще, наоборот, я всегда такое обожаю. Вот эти вот моменты. Интересно, как будет сейчас как-то... Как будут разноситься. Как будет, да, выкручиваться персонал, потому что... Я предложил отползать пока в темноте. Нет, я предложил всем по новогоднему шоту принести. Тебя проигнорировали. Да. Предложили спеть песню, но нет. Развиваешь? Это не замена. Наступила тишина. Так, ну, короче, мы были финальными посетителями данного заведения, потому что после нас свет вырубился. Как мы вам рассказали, заведение закрывается. Так что, друзья, не знаем, попадете ли вы сюда или не попадете после нас. Кто попадет, оставляйте свои комментарии. Потом после просмотра видео будет интересно почитать, какие интересные были у вас приключения. А мы продолжаем. Пойдем сейчас прогуляемся еще немножко, потому что надо теперь уже, знаешь, что-то стресс... снять. Поживее стало, повеселее. Дальше мы вырвались из темноты. Люди, здравствуйте, здравствуйте, люди. Ну, где же вы были? Мы вас так ждали. Сидели в темноте. Ну, как это, это ступ по барам у нас. Ой, прекрасно. А здесь прям на липке, видишь? Есть яблочная и есть вишневая. Стоит 5 рублей. Вот такая большая. Здесь не 50, а 100. Это большая? Да, здесь 100. Ммм, вкусная. Попробуем. Совершенно прекрасно. В общем, я люблю эту улицу, как вы поняли. Я люблю все, что здесь происходит, несмотря на то, что даже народу не так много, как было раньше. А наоборот, это даже плюс. Поэтому, как я призывал в предыдущих сериях, когда вы путешествуете, обязательно в своих приключениях вставляйте посещение таких подобных мест, потому что это придает вашему приключению такой колорит незабываемый. Ну и опять же, намного веселее становится. Слушай, ну вот никому нельзя верить на самом деле. Мы с вами сегодня днем здесь были, в День города. Я вам говорил, что никаких исполнителей, кроме Сибров, не будет. Так и нет. Мы приехали, а здесь поют группа Корню. Вот кому верить. Никому. Только каналу вот так. Всем привет! Всем привет! Привет! А народу-то бы прибавилось. Где именно стоите? Я просто забыл, как выглядят группы Корни. Хотел позвонить, как они выглядят поближе, а их даже не показывают на экранах. Просто 900-500 лет. Я пытаюсь разглядеть, понимаешь? Мне пришлось увеличить на 5, на 6. Я никто не вижу. Кто там поет какой-то? Не понимаю. Прямой эфир, друзья. На самом деле, Минск для меня это второй мой дом. И я очень рад, что на сегодняшний день, на сегодняшний день... Всем привет-привет! Мы находимся в славном городе в Минске. Сегодня 955 лет. Это на самом деле настоящим братьям. И мы с вами находимся на потрясающем празднике, который скоро-скоро закончится фееричным салютом. А теперь давайте попробуем здесь. Давайте попробуем, посмотри, салют. Салют ее из тысячи по словам. По голосу. Пока! Вы лучшие! Спасибо огромное, друзья! Спасибо нашему шоу «Поеду». Я вас очень люблю. Мы вас очень сильно любим. Будьте счастливы, здоровы. У вас прекрасная страна. Дай Бог вам здоровья. Любим вас! Любим! Я думал, это группа «Сибры». Три, два, один! Поехали! Все. Три, два, один! А все, друзья! Вот такой получился праздничный, неожиданный выпуск на канале «Вот так». Спасибо, что были вместе с нами. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. И не забывайте наш кэштег «Вот так ченнел». Наше приключение продолжается! А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось! That you never felt so good Never felt so fine Haven't been this happy in your whole damn life You never felt so cool Never felt so ooh Yeah, we turn it up Cause this is how we do You never felt so good Продолжение следует...